Да, здравствуйте, Анастасия. В эти минуты в Алтайском краевом законодательном собрании проходит 13-я сессия. Я не знаю, может быть, кто-то из наших зрителей скептически относится к числу 13, но нашим народным избранникам точно не до суеверий. Сегодня им предстоит рассмотреть 25 вопросов. Среди них, например, введение курортного сбора на территории Алтайского края. Напомню, предполагается, что курортный сбор у нас будет работать и будет введен на территории Белокурихи. Он в 2018 году составит 30 рублей, а вот с 2019 по 2022 годы уже 50. Взиматься он будет с одного человека за одни сутки. Еще один немаловажный вопрос – это введение налоговых льгот для резидентов территории, опережающего социально-экономического развития. Предполагается, что эти самые резиденты ТАССР на 5 лет будут освобождены от уплаты налога на имущество организаций. Ну а то, что касается территории, опережающего социально-экономического развития, то на сегодняшний день на этот статус претендуют два города Алтайского края – это Новоалтайск и Заринск. Как я уже сказал, 25 вопросов будет рассмотрено, но, конечно же, главная тема – это бюджет края. И, между прочим, не только на плановые три года, но и на текущий 17-й. Дело в том, что депутатам АКЗС необходимо будет скорректировать объемы доходов, расходов и дефицита на оставшийся период этого 2017 года. Ну а что касается проекта бюджета на следующий 18-й год, то, конечно же, внимание общественности к нему приковано, и об этом разговор пойдет достаточно плотно. Сегодня в первом чтении он, надеюсь, будет принят. Уже много известно об этом бюджете, в частности, то, что муниципалитеты получают дотацию в 2 миллиарда рублей на погашение собственных долгов. Впервые консолидированный бюджет региона превысит 100 миллиардов рублей. Ну и еще один немаловажный момент – зарплата бюджетников предполагается, что будет повышена на более чем 10%. Продолжение следует...